Звучит музыка Мы когда в Крым переехали, я еще в школьницу была, мы на море ходили два раза в день, утром и вечером, на второй год мы ходили один раз в день, утром, на третий год мы уже так как-то ходили, а потом, если 10 раз за лето, то это хорошо, а сейчас кажется, что я по пять ходила утром и вечером. Мы жили в Казахстане, в Киргизии, папины родители в Узбекистане, отец военный у меня. И когда начались массовые возвращения татар, отец попросил, чтобы его перевели в Крым, переехали. Керамикой я уже позднее занялась, сначала просто училась гончарить, даже не училась, мне папа сделал круг, я не знала, как к нему подойти. И как-то вот он стоял, и я ждала какой-то момент. Однажды я ехала в автобусе и случайно совершенно увидела баннер, на котором было написано, что проводятся мастер-классы по крымско-татарским ремеслам. Ну, естественно, я загуглила, нашла где что, и мы поехали. И там я впервые попробовала сесть на гончарный круг, что-то там пыталась сделать, ну и заразилась окончательно. Мне очень нравится все такое народное. Мне кажется, я здесь могу больше себя выразить. Борнамент вообще, он собирает в себя все самое важное, что является главным, основным для народа. Он не рождается там за одну минуту. Это не художественное произведение, которое автор сочинил, у него было настроение, вложил свои чувства. Это выборка. Я не могу что-то сочинять. Если я придумываю какие-то новые знаки и символы, то это уже будет... Я могу выйти за рамки народности. Я могу превратить этот орнамент уже просто в модное украшение. А с другой стороны, ты все равно импровизируешь. Когда хорошо я уже изучила орнамент, я уже могу составлять свои композиции, которые сохраняют все черты национальные. Здесь изображено родовое древо, орнамент старинный. Один из самых основных символов в крымско-татарском орнаменте. В центре кипарис – это мужской знак, это пожелание силы, здоровье. Второй ряд листьев – это успех и достаток, и такая пышная свита. В нижней части треугольник – это знак земли, это основа, опора, молитва, все, что держит. В верхней части роза вместе – это пара, семья. Верхний знак означает продолжение рода. Когда заказчик заказывает и говорит, сделайте, как у вас будет вдохновение, вот тогда получаются самые лучшие изделия и самые лучшие отзывы я получаю. КОНЕЦ Вообще гончарство – это такое, я бы сказала, что это даже не профессия, это выбор жизни. Оно меняет силу, начиная от жизненного какого-то уклада, режим дня, да, вот как бы чем-то, полностью заканчивая, например, мировоззрением, конечно. Потому что сейчас я, допустим, не представляю, как бы я жила в городе, и там, допустим, даже если бы у меня была мастерская где-то в городе, я не представляю занятия гончарством, может, от многоэтажки, правда. Это должна быть какая-то связь с природой и с искоками. Это мне тоже нравится. Я не люблю загадывать, что я буду делать, потому что кусок глины, он иногда сам диктует, какой предмет из него выйдет. Вот такая импровизация. Довольно трудоемкое занятие. Для тех, кто любит быстрый результат, гончарство не подходит. Их уже можно ставить в обжиг. Вот в таком виде они идут в обжиг. Если вот так сейчас взять за ручку, так ощущение, что она крепкая, можно взять. Но если это сделать, ручка останется в руках, а чашка на полу. У меня дети, когда я только начинала заниматься, очень часто так делали. Потом столько слез. Жалко. Когда наносишь глазурь, она не всегда того же цвета, какого будет после обжига. Очень часто она даже близко не напоминает тот цвет, который выйдет после обжига. Поэтому цветовое решение, оно всегда очень интуитивное. Ты предположительно там представляешь, что будет, но точную картинку ты можешь увидеть только после обжига, когда откроешь печь. И там всегда подарки. Всегда какой-то метаморфоза, удивление. И подарки. Сейчас это уже семейное дело. Муж занимается подготовкой глины, технически очень, на работе помогает мне очень много. Мама делает игрушки. Старший сын продажами занимается, а младший помогает немножечко с мелкими изделиями. Я в Польше много людей была. Любимая, любимая ярмарка. Там очень интересная ярмарка. Там столько, там помимо того, что просто вот торговые ряды и мастера снижаются, там еще и концерты, и музыка такая этно-старая, и музыка этно-новая, и, в общем, очень много исполнителей, и танцы народные там танцуют все-все, как на дискотеке. Это первая моя зарубежная ярмарка, и поэтому, наверное, она самая любимая. Ну, она самая атмосферная такая, очень интересная. Одно целое. Одно происходит из другого, выливается этот интерес к народности, к истокам. Его же нельзя разделить на части. Просто гончарство – это то, чем я занимаюсь, и что кормит мою семью, и я могу через гончарство самовыражаться каким-то образом и приносить какую-то пользу, получать. И отдавать, и получать. А все остальное – это уже больше так в сфере интересов, чтобы глубже понимать то, чем я занимаюсь. Если я показываю культуру своего народа, я должна показывать и костюм, чтобы человек понимал корни, да, это мои посуды, моих изделий, чтобы складывалось общее впечатление. И потом мне просто это нравится. Я часто участвую в этноярмарках, этнофестивалях, где просят показать свой народный костюм. Мне просто нравится. У меня целая коллекция. Для меня одевать такую одежду – это такая особая гордость, наверное, даже часть. Ощущение себя. Сначала все, конечно, оказалось таким временным. Теперь, чем дольше здесь мы живем, тем больше есть таких вещей, с которыми уже будет сложно расстаться, наверное, привязывать. Да, в Березане мы одна семья крымских татар. Но Крым, конечно, держит все сердце, но там отдыхаешь, наполняешься. Этого очень не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok